Девушки отдыхают Алло, мам, поздравь, пожалуйста, дядю Ростика, а то я вчера забыла позвонить, у него же день рождения Да в вагоне, в вагоне, все хорошо Да вроде нормальная, семейная пара и бабушка Вяжу носки, варю ворщи, радуй жизнь, а бабушка? Да, мам, ну, конечно, в копте, ну ты что? Все, давай, пока-пока, целую Ребят, а можно я переоденусь? Да, переоденусь Ребят Ребят Девушка, раз мы встали настолько близки, я думаю, самое время познакомиться Я Павел Мы, Игорь Удобно, я Мария Мария, ваше имя также не вызывает дискомфорта Спасибо, совсем другое дело Прям совсем? Все поменялось Итак, Мария, откуда вы и куда емте? Я еду со свадьбы Подружки Дома меня ждет мой Толик Толик это кот Ну, что вам еще про меня рассказать? Я председатель фан-клуба Стаса Михайлова Ну, а вы куда едете? Знаете ли, Мария, каждый год в эти даты мы с друзьями едем в Олубку к Тоте Владисии на Пунику Обычно нас четверо, еще Саша есть Вот, как раз он приехать не смог, у него дела Как это? Как это не смог? А как же, а как же, вот это Сарам-бам-бам Передели Тролли-вели Саша? Правильно я понимаю тебя, тезка Игорь Что выбирая между Сашей и сумкой Зубной щеткой, бритвой, одеждой и, главное, едой Ты выбрал Сашу? Я не удивлен В прошлом году, когда мы ходили в поход Игорь был ответственным за музыку Знаете, что он с собой взял? Мобильный орган Клево же было, да? Саша тоже хорошо получился Я такой контрастный, безгалерный Ну, что вы так с ним? Он же ваш друг Это некрасиво Интересно, а что по этому поводу думают наши друзья Мораль и этика? По фигу Ребят А, вот я не поняла, вы куда? В Олубку? В Олубку В Олубку Короче, напурим к тете Ларисе Да Напурим? Ну, есть такой праздник В общем, долго объяснить? Так мы вроде никуда и не торопимся О, началось Ну что, ребят, я за чаем А у вас есть запад? Попроси у Саши, хорошо? Ребят Так вот, башни отказалась выйти к гостям и царь ее прогнал Ну а что, отказалась и отказалась? Чего тут такого? Не-не-не, не скажи Вот, когда меня бабушка просит поиграть ей на рояле на совете ветеранов Я... Прошу заметить, он живет с бабушкой Прошу заметить в одной комнате Прошу прощения, я рассказываю Пардон Так вот, когда меня бабушка просит, я не могу ей отказать Нет, ну как? Я могу отказаться? Да я даже и съехать могу Могу снять себе квартиру, водить к себе женщин Могу жить один В грязи Не стиранный, не глаженный Макароны на завтрак, макароны на обед, макароны на ужин Водить девиц непонятных встану Я дома притон устрою, наркоманом встанут Зачем мне все это, а? Действительно, не зачем Ну непонятно Вот, Игорь, ты говоришь бабушка Вот помню, я мне 9 лет Повела меня бабушка на концерт в ДК А вы понимаете, мне 9 лет У меня дома дел немедлены У меня вкладыши немедленные 5 штук Мультики несмотренные 8 И 9 уровень на сеге непройденный А я, понимаете, или с бабушкой по концертам расхожу Я понимаю, нужно что-то делать, нужно бежать домой И говорю ей Бабушка, я в туалет хочу На что она мне говорит Терпи, ты уже взрослый Вот нет, нормально То есть взрослые люди в туалет не ходят Никто не ходит Я понимаю, нужно что-то менять Поменять концертную стратегию И понимаю, что это же бабушка И говорю ей Бабушка, я есть хочу И тут она Привстает Тянется за сумкой Я думаю, вот она, победа А она ее открывает И достает пирожок И морс Темный В общем, вот вечер я так мультики, господа, и не посмотрел Эх, кто бы сейчас пирожком угостил Ребят, может прогуляемся? Так, Маша, завещай посидите Да, конечно Спасибо Полчаса, ага Кто опоздает, тому а-ка-ка Эх, хорошо Эх, я за минералкой Давай Так Так Что там дальше посидит? Ну смотри А почему москвичи сошли? Эээ Просто четыре минских вагона прицепили Москвичам места не хватило Главное, что нам хватило Это Ну и что дальше посидит? Там история про то, как Эстер вначале отказывается идти к царю и говорит, что она еврейка Ну, я бы тоже отказался В смысле? Ну, кто ее об этом против? Мордыхай, ее дядя Ну Но он этим пользуется Он явно на нее давит Как? Ну как ты не понимаешь А вот, например, меня никто не спрашивал, хочу я быть врачом или нет Ну, нас все врачами были в семье У нас даже истории свои есть Мало кто знает, что Ленин с броневика не только вещал, но и навернулся Так вот, мой дедушка лично Ленина успокаивал, что вывихнутый мизинец никак не повлияет на ход мировой революции Ну, мой дедушка Ленина успокаивал, а я по пять Наполеонов в психушке успокаиваю каждый день Слушай, мой дедушка бы тобой гордился Дедушке-то по кайфу было Ленина успокаивать Мне вот как-то не очень Но не быть врачом я тоже не могу Ведь у нас же династия Ну подожди, подожди, подожди Давай сейчас полностью абстрагируемся И представь себе, что ты не из династии врачей А из династии мерчендайзеров И ты расставляешь товар по полкам в самом крупном супермаркете города Да вы все в семье настолько мерчендайзеры Что у вас даже носки сверху вниз по размерам А слева направо по цветам разложены И ты не хочешь быть мерчендайзером Ты хочешь быть, я не знаю Пашка, ты хочешь быть кассиром И вот расставляешь ты тушеночку свою любимую по полочкам в магазине А сам на пятую кассу косишься А там это другое в чепчике Уже 10 клиентов обслужило черт знает как Ни одному спасибо не сказала Ни одному пакетик не предложила А троим нахамила А ты бывал в обед быстро покушал Приходишь на свободную кассу Трогаешь мониторчик, кнопочки А сам думаешь Ты, Паш, даже все штих-коды Всех товаров и наименований наизусть выучил И даже бейджик себе напечатал Кассир Пашка Ну что, в итоге я стал кассиром Нет, Павел Алексеевич, зато ты стал Почетным мерчендайзером Российской Федерации Тебе даже медаль дали И утюг Ничего вы не понимаете Я танцором хочу быть Али-алю, колокольчики Заходим, заходим Поезд насходит Давай, 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 танцор А вот интересно Почему в поездах в 9 часов вечера Всегда гаснет свет Да? А сейчас сколько? Вот ты говоришь, что Шверош выбрал свою невесту Понимаешь, он выбирал из ста прекраснейших женщин в Персии А этому посвящена всего одна строчка свитки Эстерка И выбрал царь Эстерка Вы понимаете, если бы это была моя история Там бы было как минимум два тома Потому что я уже очень долго не могу выбрать Между Сашей и Дашей Гудкиной Вот понимаешь, они вроде такие разные, мы такие одинаковые У меня вот даже специальные монеты есть Сейчас покажу тебе Я ее с утра подбрасываю У меня выпадет орел Я потом еще долго-долго думаю Это значит, что я сегодня с Сашей или Дашей Гудкиной Вот у меня даже в ВКонтакте два аккаунта есть Один встречается с Сашей, а другой влюблен в Дашу Потому что Даша это важно Одна думает, что я жаворонок, а другая, что я собак А по-моему, Игорь, ты козел Игорь, ты понимаешь, что это реально некрасиво? Вал Алексеевич, позволь вам напомнить, что в этом думают наши друзья мораль и этика Маша, а давайте играть в города Мне на А Маша, а давайте споем Это значит, да или нет? Маша, а давайте я у вас сейчас кое-что спрошу А вы мне ответите Ага или а-а Спасибо, Маша Спокойной ночи Россия, как красиво Паш, мы уже в Украине Украина Смотрите, голый мужик Где? Маша, понимаешь, это не Павел Алексеевич, это Петросян Багоныч Голову мужика нет Как это? А это кто? Дир А теперь, блядь, блядь Игорь, ты вставать будешь? Ага, сейчас Эх, ребят, доброе утро Вам за чаем стоить? А-а Раз, два, три Батя Какой батя? Батя Нету батя Батя нету Надо братьям рассказать Димбеля, димбеля, димбеля Димбеля, димбеля, димбеля Игай А ты где был? Ой, ребята В соседнем вагоне Такие пацаны отличные едут Помните, я вам говорил Что в армию не хочу? Ну? Верно говорил Не хочу Вот что за утро сегодня? Голый мужик Непонятный мужик Вот неспроста мне работа приснилась Маша, а что за такая пословица с работой? Да это не пословица, это примета Плохая примета Работа, потому что плохая У нас на работе все какие-то плоские и тупые Вот как в Дэнде Вот представляете? Приходит утром начальник ко мне в отдел И говорит Мария, в чем дело? Время 8.15 У нас еще нет одного заказа Вы плохо работаете? И уходим Кошмар, а не работа И это всего лишь только зам Волится, что ли? Кстати, был в свитке один злобный зам И звали его Аман Ну, в общем, сегодня есть много Ребята, я выхожу уже через 10 минут Я так и не поняла В чем смысл-то этого праздника? Ну смотри В этот праздник можно все Можно царю стать шутом Шуту стать царем Можно выпить Можно много выпить Такой корпоратив еврейского народа То есть, получается, что смысл этого праздника Напиться Ну, в каком празднике Типа того, да Ну, так это плохая мораль И этика Олигу Один утверждал на пути нашим чисто Другой возражал и нажил Один говорил Мол на вашем месте Другой говорил Пассажир Ну что, мужики, мы остались втроем Я сдам Начнем Раз, два, три Это Нет, я все-таки съеду Чё это? Да И неправильно все это И, может, вы неправильно сказали Понимаете? Смысл праздника не внапиться Смысл праздника в том, чтобы сделать выбор Вот ты, Паша, должен выбрать Хочешь ли ты быть танцором Или врачом хочешь Ты должен выбрать, с кем ты будешь С Дашей или Сашей Будкиной Иначе за нас кинет жеребий какой-нибудь амман В этом смысл Ну и выпить Ну да Очень важен, для него и для меня Наш челябинц Мой челябинц Мой челябинц Мой челябинц Наш челябинц Мой челябинц В городе Че-че-че-че Мой челябинц